Всем привет! Как вы думаете, чего я тут растелся с апельсинами? А это не апельсины. Помните, я видео вам показывал? У нас в офисе, в саду, растут вот такие цитрусы. И я сказал, что на вид они похожи на апельсины. И пахнут как апельсины, но внутри вкус как лайм. А еще одно удивительное дерево. Когда посадили, все были уверены, что это апельсин. И действительно, похоже оно на апельсин. И большие плоды достаточно. Но по вкусу это лайм. Вот такой гибрид апельсина и лайма. И буквально пару дней назад к нам пришел друг. Друг, который давно уже дружим офисами. У него свой бизнес, но он очень много лет жил в кибуце. И что-то слово за слово, о чем говорили, я не помню. Но что-то он бросил такую фразу на иврите. Не все то, что круглый апельсин. И мы сказали, ты знаешь, как ты прав. У нас как раз во дворе растет дерево, которое мы до сих пор не знаем, что это такое. Потому что это не лимон и не апельсин. С очень сильным-сильным запахом. Запах обалденный. Причем запах одновременно и апельсин, и яблоко, и лимон. А на вкус горько-кислый. Он сказал, это хушхаш. Оказывается, этот цитрус на иврите называется хушхаш. Хушхаш это аураниум или померанец. Еще к этому семейству относится бергамот. Оказывается, плод очень ценный. во-первых, потому что, ну вот, например, сколько сока на стакан нужно выжать из апельсинов. У вас уйдет как минимум 3-4 апельсина. Здесь буквально вот с этого плода можно выдавить стакан. Именно из этого сока, из сока хушхаша или сока вот померанца. Делают тот самый пектин, благодаря которому производят мармелад. А цветы этого хушхаша не менее ценные. И именно из них добывают те эфирные масла, которые потом используют в производстве духов. Более того, сок этого хушхаша используют в качестве добавок к пищевым добавкам для спортсменов. Он оказывается очень полезный, из жиры сжигает, и нормализует давление, и убирает бляшки. В общем, очень много, если вы зайдете в интернет и наберете померанец, вы прочтете очень много интересного об этом плоде. Вот на 23 год в Израиле я узнал, что есть еще и вот такой вот цитрус. Минус этого цитруса в том, что его так не едят. Его можно готовить, делать из него различные сладости, мороженое, добавлять в печеное, делать с ним рыбу, добавлять его в мясо и так далее. Он очень-очень сочный, очень ароматный. Но вот так в свежем виде он кислогорький. У него есть еще одно название, так его и называют, кислогорький апельсин. Запах обалденный просто. Вот они тут лежат. Аурантиум также известен как синефрин или на китайском плод жиши. Наверное, многие очень слышали. Так что вот такое вот чудное растение. Росло у нас много лет, я даже не знал, как оно называется. Этот цитрус не продается, только выращивается для промышленных целей. Всем пока! Бай-бай! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова